Привет, это Вадим. Я сейчас в Берлине, в самом центре города. Это Тиргарден. Я забрался сюда, чтобы посмотреть вместе с вами на сайт kfc.ru. Это никакая не реклама, ее просто прислали зрители и говорят, мол, посмотри, есть ли там какие-то проблемы, особенности. Я посмотрел, а на самом деле нашел там много разного неприятного, о чем стоило бы рассказать, чтобы вы не допускали подобных ошибок в своем коде. Так что поехали. Сайт с виду, в общем-то, довольно-таки обычный. Он абсолютно фастфудный, яркий, сочный. Там огромное количество картинок, все про наведение. Кричит на тебя, добавь меня в корзину, закажи меня 8 штук и съешь. И выпей что-нибудь обязательно. Ну, в общем, да. И я, конечно же, в Москве. Нет, я не в Москве. Я соврал. Ну, давайте посмотрим самое типичное, что я на сайтах обычно смотрю. С первым делом. Просто шутки ради. Давайте попробуем отключить JavaScript и посмотрим. Ну, просто интересно, как современные сайты на это реагируют. В общем, открываем инспектор. DevTools, собственно. Потом открываем панель, быстренькую команду. И там пишем Java. Ну вот, и тут же disable JavaScript. Потом нам нужно обновить сайт. Обновляем. И получаем, оу, сайт говорит. You need to enable JavaScript to run this up. По-английски. А сайт на русском. Ну, странная фигня. И, знаете, язык тут русский выбран. Давайте попробуем включить JavaScript обратно. JavaScript. Снова обновить. Ага. Вот. Теперь мы сможем переключить язык на английский. Отстаньте от меня. Вот. И сможем включить язык, переключить язык на английский. Посмотреть, может быть, что-нибудь поменяется. Английский. Блокировать. Господи, наркоманы. Что же они делают? Ладно. Смотрите. Язык. Lang на HTML у нас английский. И тут язык английский. Я переключаю на русский. И он все равно английский. Проблема в том, что когда-нибудь какой-нибудь скринридер или Google Translate или типа того пытается прочитать ваш сайт, он видит, что с сайта языка выставлен английский. Код, который вот приходит в HTML, он, собственно, предполагается, что он на английском языке. А тут все на русском. И проблема в том, что они могут неадекватно переводить, могут зачитывать каждую кириллическую букву как Cyrillic letter M, Cyrillic letter E, Cyrillic letter N. Это я сейчас меню читаю. И это абсолютно нечитаемо и бесполезно, и очень-очень сложно с этим работать. Поэтому не глупите, выставляйте ленг обязательный, который соответствует языку вашего сайта, меняйте его, если сайт мультиязычный. Ну и вот эту вот дурацкую ошибку про JavaScript, которую мы с вами видели, ее, конечно же, тоже стоит перевести на адекватный язык. Ладно, пойдем дальше. Посмотрим, как сайт загружается. Сходим в Network, перезагрузим и посмотрим. Побежали килобайты, классно, классно. Полтора мегабайта, три мегабайта, четыре мегабайта, пять мегабайт. Да, да, еще семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Господи, когда это закончится? Тринадцать, четырнадцать. О, четырнадцать и восемь. Сайт весит четырнадцать и восемь мегабайтов. Поздравляю, КФСИ, вы балбесы. Ну, серьезно. Ладно, там нет, конечно, очень много картинок и много вообще всего на свете. Но я просто на главной странице. Я еще никуда не крутил, я еще ничего не делал. Но мне загрузились все эти сочные, не очень аппетитные картинки. Хочу я этого, не хочу. Буду пользоваться сайтами, не буду. Просто открыл на телефоне один раз, получи пятнадцать метров просто бесплатно. Вот такое вот специальное предложение этого сезона. Это, конечно, диковато. И на самом деле, я посмотрел на эти картинки, и все они, ну, процентов на пятнадцать, десять, ну, по-разному, могут быть оптимизированы. Вот просто молча прогнаны через ImageOptim, через какой-нибудь всякий специальный утилит, который обрезает лишнее, без потери качества. И, соответственно, из этих четырнадцати мегабайтов, ну, не знаю, мегабайта два, можно просто сэкономить. Но кому какое дело, да, это все нужно экономить где-то на уровне админки, где эти картинки загружаются. Ну, и на уровне сборки, может быть, на уровне серверов где-нибудь они должны отдаваться так. Ну, в общем, такая вот ерунда. Сайт тяжеленный. Ну, ладно, картинки. Картинка — это контент. Картинки не нужны для того, чтобы сайт, собственно, нарисовался, чтобы вы его увидели и начали с ним взаимодействовать. Что нужно? Нужен HTML и CSS. То есть структура сайта и его оформление. Только тогда, получив первое и второе, браузер начнет рисовать его адекватно. Давайте посмотрим, сколько у нас весит HTML, сколько у нас весит там CSS какой-нибудь. Ну, первым делом браузер с приоритетом highest, то есть самым высоким, получает HTML. HTML здесь весит 63 килобайта. 63 килобайта — это уже в Gzip, это в Gzip. То есть то, что реально проходит по сети. Сколько там получается в итоге, ну, даже на самом деле не важно, во сколько он разворачивается. Это не такие большие объемы. Хорошо, 63 килобайта, чтобы получить HTML. Дальше. А дальше 95-96 килобайт, чтобы получить CSS. Это тоже Gzip. И я посчитал, что этот Gzip разворачивается в 400 с чем-то, по-моему, килобайтов. Это довольно-таки дофига. Давайте посмотрим на этот файл здесь. Он уже красиво развернутый. Там много чего интересного. Ну, в общем-то, понятно. Почему он такой красивый? Ну, не потому что ребята отдают файл без сжатия, а потому что здесь стоит вот эта вот галочка по умолчанию, называется PrettyPrint. Если ее снять, вы увидите, в общем-то, тот в таком виде файл, в котором они его, собственно, отдают. Если нажать, они красиво его отформатируют каким-нибудь стандартным способом. Это работает не только для CSS, но и для JavaScript, и, в общем-то, для остальных текстовых ресурсов, которые можно... Хотя я отпробовал только с CSS и JavaScript, так что наверняка не скажу. Ладно, давайте посмотрим на это все в редакторе и кое-что взвесим по дороге. Я сохранил все эти файлы отдельно, и вот у меня тут app.css, и, собственно, вот такой он большой, красивый. Ну, не очень красивый, потому что, собственно, он не отформатирован. Давайте посмотрим, собственно, сколько он весит. И просто так и в Gzip. Есть такая утилита, которая поставляется вместе с .файлами Matias и Binance. Я давно его ставил. Ну, по сути, это такой набор функций для вашего баша, который умеет разные классные вещи делать. Так вот, в этом Matias-овском .файлах у него есть прекрасная функция gz. То есть я пишу в консоли gz, а потом имя файла app.css. Нажимаю Enter и получаю, что оригинальный файл весит 400 кБ, а загзипованный весит 96 кБ. И эффективность этого сжатия 24%. Ну, то есть этот файл, который по Gzip прошел, весит 24% относительно оригинального файла. Так работает Gzip. И на самом деле, когда вы рассуждаете про размеры ресурсов, которые загружаются на ваш сайт, конечно, полезнее оперировать именно сжатым размером ваших ресурсов. Поэтому подобную утилиту иметь в вашем баше очень-очень полезно. Я, конечно же, дам ссылку на всякое такое в описании к этому видео. Но чего я вам тут это все показываю? Давайте будем разбираться, как этот файл на самом деле устроен. И посмотрим его pretty-версию, которую, собственно, Хромдов Тулс нам прекрасно развернул. Ну, в общем-то, тут понятно. Box Sizing. Правда, для псевдоэлементов он не применится. Чтобы он применился до псевдоэлементов, нужно написать before, after. И тогда он реально применится ко всем элементам. Ну, ребята, не знали. Ну, теперь знаете вы. Что еще интересного? Ну, там, естественно, курсор поинтер на кнопке. Ну, это на самом деле ерунда. Я сюда за другим пришел. Я сюда пришел за чем-то необычным, за тем, что этот файл делает немножко каким-то... Ага, вы видите, да? fa.vk. Ну, это font.osm, какой-то любимый их класс, видимо. И здесь мы видим какой-то совсем не CSS. Здесь мы с вами видим B64. Здесь картинка вставлена с помощью специального способа вставки, когда подключается не внешний файл, а подключается он в текстовом виде. То есть вы берете data image.svg, указываете тип ресурса, который вставляете, а потом через точку запятую обозначаете, в каком он формате, и, собственно, его тут вот в текстовом виде представляете. Это B64. Это такое, ну, бинарное, или исправьте меня, если я несу ерунду, но, в общем, такое вот представление закодированное вашего ресурса. Одна из особенностей B64 в том, что он увеличивает размер файла немножко при кодировании в него. Поэтому если вы сюда, если вы подключаете картинку как внешний ресурс, она весит немножко меньше, чем если вы кодируете его в B64. Ну, окей, меньше и меньше, и нормально. Давайте посмотрим, сколько там еще таких B64. Ой, дофига. Давайте, может быть, поищем просто data image.svg.xml, вот эту вот конструкцию. Возьмем и поищем. В итоге у нас есть 36 картинок, вставленных как B64 вот в этот файл. И я все эти картинки взял и попытался выделить их из файла и посмотреть, сколько, собственно, они места занимают в этом файле. Получилось, что эти штуки занимают аж половину файла. Давайте мы отменим наши изменения, чтобы никто не подумал, что ребята знают, как блочную модель делать. И есть файл app.sans. Я из него выпилил все вот эти вот B64 штуки и сделал вид, что они подключаются как внешние картинки. Давайте на него посмотрим в нашем эксипе. App.sans. В итоге файл весит 267 килобайт по сравнению с оригинальными 400 килобайтами. То есть гораздо-гораздо меньше. И обратите внимание, что, в общем-то, важно в случае CSS. Оригинальный файл 96 килобайт, а файл, из которого картинки выносены как внешние ресурсы, весит всего 37. И эффективность сжатия очень высокая. Ну, гораздо выше 24% и 13%. То есть получается, что у нас 37 килобайт мог бы весить файл стилей, если бы мы подключили к картинке как внешние ресурсы. Более того, если мы подключим картинки как внешние ресурсы, они еще и весить будут меньше. Помните, я вам говорил про то, что B64 немножко увеличивает размер файла. Так вот, эта вся история рассчитывается так. n разделить на 3 умножить на 4. Ну, то есть примерно, как будет в итоге размер вашего файла увеличиваться немножко и во время энкодинга в B64. То есть, допустим, если наш файл весит 100 килобайт, то в B64 он будет занимать сколько места? 100 разделить на 3 и умножить на 4. Давайте посчитаем, сколько это будет. Да, то есть, если вы подключаете файл не как внешний файл, а энкодите его в B64 и подключаете сюда, вы получаете 133 килобайта. Ну, в среднем. Это такое вот рейшо, чистая математика, а B64 так работает примерно. То есть, на самом деле, что мы могли бы получить наши 204 килобайта ресурсов, которые вставлены в этот файл, на самом деле они весили 153 килобайта до того, как они, собственно, зашились в файл. То есть, 204 они сейчас приходят на сайт KFC, 204 килобайта из 400, которые там есть, это картинки. А оригинально они весят 153 килобайта. То есть, 53 килобайта лишних, просто потому, что файлы заинлайнены в B64. Но это что-то дофига, по-моему. Я понимаю, что это все еще кзипуется и так далее, но по факту получается, что, если вообще все это суммировать, получается, что файл, сайт весит сейчас 160 килобайт, чтобы по сети дошли все файлы HTML и CSS, нужно примерно 160 килобайт, и, собственно, чтобы он начал рисоваться. Картинки уже загружались там асинхронно. Так вот, если вытащить файлы наружу, то для того, чтобы сайт начал рисоваться, нужно всего 100 килобайт. То есть, мы на треть уменьшили размер ресурсов, необходимых для отрисовки сайта, мгновенный. И это считается, ну, довольно-таки, по-моему, неплохим результатом. По сути, мы особо ничего не делали. В этом, конечно, есть нюансы, что сайт у нас, как мы видим, работает по HTTP 1.1, и, наверное, количество ресурсов, которые подключаются одновременно, соединение и все такое, это важно. Но, знаете, если мы получаем HTML и CSS, всего два файла с самым высоким приоритетом, первыми, и тратим на это минимальное количество ресурсов, не 63 и 95, а 63 и там 37 килобайт. Всего сотня. То есть, это, конечно, круче, потому что мы реально быстрее нарисуем сайт. Но, конечно, нужно тестировать глубже, нужно поднимать копию этого сайта и смотреть, как бы, можно ли с помощью внешних картин действительно улучшить время отрисовки этого сайта. Я особо углубляться туда не стал. Я пошел по теоретическому пути. Вы можете проверить это на своих проектах. Но я уверен, что это все-таки более выгодная стратегия. Конечно, стоит ее тестировать. Но вот теперь вы знаете, что есть другие варианты, и B64, или просто inline. Это не очень хорошо. Но если вам все-таки нужно энкодить картинки в B64, ну, чтобы, допустим, если, допустим, вы поняли, что у вас ресурсов очень много, и их все-таки стоит подключать единым файлом внутри CSS. Для этого тоже есть решение, которое гораздо лучше, чем B64. Есть такой прекрасный сервис у Юлии Бухваловой, который называется url-encoder. Он даже есть по-русски, если вам непонятно. И как он работает? Вы вставляете ваш svg-файл сюда, и он вам, этот сервис генерирует ту версию этого svg-файла, которую можно прямо в CSS вставить. И эта версия не B64. Давайте посмотрим, например. Простите внимание, здесь обычный svg, circle и так далее, и так далее, и так далее. После того, как он закодировается, он теряет угловые скобочки, вместо него всякие подстановки, и, в общем-то, становится дружелюбным к вставке в CSS. В итоге, это просто в чистом виде закодированный файл, а это уже готовый для использования. Смотрите. background image, url, data image, svg, xml, и все. Здесь нет B64. Здесь просто идет закодированная картинка. И она прекрасно рисуется. Более того, вы можете ее править, если вам нужно поправить, не знаю, цвет или еще что-то такое. Вам не нужно декодировать, кодировать или находить исходный файл оригинальный. Ведь svg доступен здесь. Более того, сюда можно прокидывать переменные, которые вам могут пригодиться, чтобы поменять цвет этой иконки. То есть, конечно, это будут не настоящие переменные, в смысле как кастомные свойства. Они будут статические, но, в общем-то, это тоже вариант. То есть, если вам нужно поменять какие-то параметры вашей svg-фигуры, то в случае B64 это невозможно. А в этом случае все прекрасно работает. Ну и, как вы заметили, файл сильно не меняется. В нем остаются повторяющиеся фрагменты circle, 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 fill, fill, fill. И gzip, тот самый, который мы с вами очень любим, потому что он сильно уменьшает размеры наших ресурсов, особенно текстовых, он находит все эти слова, повторяющиеся, и очень эффективно сжимает в одно и описывает там, где они используются и так далее. Ну, в общем-то, gzip так работает. Можно взять вот эту вот нашу background image и вставить его прекрасно вот сюда и получить нашу картинку, вставленную не B64, а нормальным, заинлайненым все же, не внешним, но более адекватным ресурсом. Эта штука будет весить гораздо меньше, чем ее B64 версия. Так что, если вам все-таки нужно инлайнить, вы теперь знаете, что это можно сделать гораздо более эффективно, чем B64. Ну, ладно. Тут мы поговорили про SVG. Давайте посмотрим, как эта графика, собственно, используется на сайте. Давайте закроем наш инспектор пока и сходим куда-нибудь, куда-нибудь. Ну, давайте, допустим, добавим какой-нибудь бургер в корзину. Добавили. Вот у нас, собственно, в корзине появилась его цена с рублем. Давайте посмотрим, как это все устроено. Инспект. Ага. Ага. То есть, собственно, здесь у нас используется тот самый data image для вставки иконки с рублем. То есть он уже прописан в CSS и занимает какое-то место в этом CSS файле. Тут видно раньше, что тут есть еще другая картинка, которая тоже занимает какое-то там место в SVG, в другом правиле описанное. Наверняка там много дублирования внутри этого файла, потому что, ну, как бы никто не думает про дублирование, когда подключают внешние файлы, но дублирование в CSS, когда вы все кодируете в B64, получается, ну, более проблемным. Так что, конечно, не стоит об этом забывать. Внешний файл, он как бы подключается, и хоть сколько раз вы подключили, он все равно грузится один раз, а тут как бы раз распухло, два распухло. Ну, то есть, GZIP это все, конечно, уменьшает, но все равно файл рушен не раздувать. Ну, ладно, мы не об этом. Короче, GZIP подключается с помощью SVG. Более того, он подключается с помощью скрипта, и здесь каким-то образом все это меняется, поэтому, если вы не загрузили JavaScript, отключили его, например, у вас символов рубля не будет. Довольно-таки забавно. Ну, ладно, посмотрели, посмотрели, хорошо, а тут еще один символ рубля. Давайте на него посмотрим. Он черненький. Inspekt. Ого! Он вставлен прямо в HTML. То есть, у нас в CSS уже есть символ рубля, и он увеличивает размер нашего CSS файла. Так вот, тот же самый символ рубля увеличивает размер нашего HTML файла в каждый, 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 каждый раз. Опять же, повторюсь, судя по всему, они подключаются с помощью JavaScript, поэтому наверняка он не используется в каждом месте, где, ну, по крайней мере, я не видел в исходниках этого страшного, страшных вставок SVG-шных, но то, что один и тот же, одна и та же векторная фигура, которая могла бы использоваться один раз, использоваться много раз, это не очень круто. Более того, если посмотреть на этот файл, ну, о, смотрите, мы знаем, что он сделан в 48-м скетче. Ну, и нафига нам эта информация? Нет, конечно, приятно, скетч на самом деле уже 52-й. Что это нам дает? Я не знаю, что это нам дает. Тут еще какая-то бесполезная комментария и какие-то всякие ненужные атрибуты, что это версия 1.1. Ну, спасибо, ребята. Title смешной, внутрь вставлен, наверное, для доступности. R. Давайте наведем на этот R и поймем, что R. Ну, так себе штука. Лучше бы Aria Label написали рублей прямо на эту св-фигуру. Ну, неважно. Главное, что этот файл прямо страшно неоптимизирован. Смотрите, он, мало того, что координаты кривых зашиты сюда, они еще смещены с помощью транслейта, что можно было прекрасно смершить с помощью утилита SVGO. Так, а тут еще и дроби написаны, смотрите, какие-то ужасные. Нули, нули после точки. И все эти координаты, смотрите, с огромным количеством лишних цифр после запятой. На самом деле, трех, двух, более чем достаточно. То есть, файл откровенно неоптимизирован. Он просто сохранен в скетче и весит гораздо больше, чем должен весить на самом деле. так что, ну, грустно. И на самом деле для скетча есть расширение, которое автоматически кодирует все ваши SVG, которые вы экспортируете с помощью SVGO и сжимает всех адекватно. То есть, из SVGO можно выжимать гораздо больше, он настраивается, но сам факт, что вообще вы не оптимизируете, конечно, грустно. Поэтому поставьте хоть что-нибудь, вот это расширение, например, для скетча, ну или консольную утилиту SVGO. Ну и давайте быстренько оценим доступность этого сайта просто сначала руками, а потом с помощью одного инструмента. Закрываем нашу штуку и, допустим, открываем наш какой-нибудь отдельный бургер. Прекрасно. У нас здесь открылась как будто бы отдельная страница со всякими описаниями, со всякими подробностями. Ну, классно, здорово. Давайте посмотрим, как устроена вот эта вот паранжа, так называемая, вот это вот серенькое затенение, которое говорит как будто бы, что это модальное окно. Ну, оно на самом деле как будто бы как будто бы на самом деле и является модельным окном. Короче, инспект. И получается, что на самом деле вот эта вот штука это обертка всего этого блока и это кнопка. Серьезно? Кнопка? Не, ну, да, это в принципе кнопка, на нее можно нажать и все закрывается. Но содержимое этой кнопки знаете какое? Давайте посмотрим. Здесь отдельная вкладка доступность и здесь написано, что это кнопка. Хорошо, скринридеры знают, что это кнопка. Классно. Давайте посмотрим содержимое этой кнопки. Вот эта вот вся фигня внизу, которую вы видите. Групп 99, рф, корзину, острый, шефбургер, 175 грамм, попробуйте новый уникальный бургер. это будет текстом кнопки. То есть скринридер прочитает весь этот чертов текст, а потом скажет кнопка. Это понятно, что на нее можно нажать, что она что-то закроет? Нет. То есть здесь вставили div и из-за того, что по нему можно кликнуть, на всякий случай шлепнули roll button. Господи, ну зачем? Еще он табиндекс минус один, то есть на эту кнопку не перейти. Если вы не знаете, зачем вам нужны ариа-атрибуты, не добавляйте их. Это прямо вредно. Это реально вредно, потому что в принципе у скринридеров есть список всех элементов типа кнопок на странице, и на нее можно будет попасть. Но это не кнопка, это просто обертка для вашего несчастного бургера. Сделайте адекватную кнопку закрытия кнопкой. Я что-то здесь не вижу на самом деле. Кнопки закрытия, крестика какого-нибудь. Ну, круто. Придется кликать на паранжу, которая кнопка, которая обертка, которая... Короче, странная фигня. Ну ладно, руками мы пощупали. Ребята какой-то псевдодоступностью занимаются странной. Давайте попробуем пощупать этот сайт специальным расширением, которое анализирует доступность его. Есть такое расширение, называется Siteimprove. На самом деле это сервис, который умеет всякие аудиты делать, но мы запустим его как расширение для хрома. Открыли. И давайте посмотрим, что оно умеет. Ну, по умолчанию там есть разные фильтры, которые, собственно, фильтруют уровень опасности, которые он вам информирует, всякие штуки, которые он там показывает, не показывает, ну, в общем-то, и разные роли, которые можно выбрать, там, редактор, вебмастер, девелопер, но это неважно. Там какие-то фильтры есть, я их немножко под себя настроил, и мы получили что? Давайте закроем нашу паранжу. Что мы получили? У нас есть проблема с нетекстовым контентом. На странице есть 167 картинок, у которых нет атрибута alt, то есть ни один из этих бургеров не является адекватной картинкой, которую могут воспринять скринридеры, могут воспринять поисковики и так далее, то есть все они никак не описаны. Это чудовищно, то есть есть три уровня соответствия доступности, A, AA и AAA. Так вот, это самый базовый A, 1A, и он просто здесь не соответствует. Alt, 167 картинок на странице, те самые, сколько там, 13 мегабайтов, которые сюда грузятся, все они не подписаны. Это ужасно. Ну, что еще? Есть неуникальные ID-шники на странице. Из-за того, что SVG не оптимизированы, там есть ID-шники Line 2, Page 1, Line 2 и так далее. Это приводит к тому, что мы, когда мы взаимодействуем с JavaScript-ом, с этими ID-шниками, все может очень плохо кончиться. Просто потому, что, ну, как бы, ID-шник должен быть уникальный, даже внутри SVG. Это может быть проблемой и для скринридеров, и для ваших скриптов, так что следите за этим, оптимизируйте SVG. На странице нет заголовков вообще, то есть no headings on page, ни одного заголовка на всей странице, ни одного. То есть, если мы сходим в футер, даже вот на эти штучки посмотрим, меню кампания, то есть, любой начинающий верстальщик скажет, ребята, это заголовок, давайте я использую тег h3, например. А что здесь? Ну, а здесь у нас div class footer h. Ну, h, это, видимо, header, и это ужасно. Ладно, что еще нам это прекрасное расширение говорит? Цвета использованы не очень хорошо. конкретно то, что ссылка, что это сделано в студии Лебедева, становится ссылкой, только если на нее навести. То есть, непонятно, что по ней можно кликнуть визуально. Это довольно-таки плохо. Ну, и с цветами есть беда. 297 примеров того, как цвета не слишком контрастные. Например, Москва. Вот эта вот штука замигала здесь, видите? Она довольно-таки плохо нарисована в том смысле, что светло-серый текст на белом фоне, ну, получается не очень доступно, не очень видимо. И если у вас, не знаю, яркое солнце или слабое зрение, все, вы не увидите, что регион Москва. Посмотрите вот на эти все бургеры, твистеры, курицы, баскеты. Это все видно только при наведении. Если вы не навели, то контрастность очень низкая. Я понимаю, что они решали какую-то супер-дизайнерскую задачу наверняка, но реально этот текст невидим. Не только потому, что у меня, не знаю, плохое зрение, но еще и потому, что может быть реально яркое солнце или какая-то неплохая контрастность экрана. Бывают очень плохие экраны, на которых текст не очень контрастно выглядит. Что для этого нужно сделать? Нужно увеличить контрастность. Смотрите, сейчас соотношение контрастности 2.74, по-хорошему, оно должно быть 4.5. Как это можно изменить? Ну, можно чисто практически сделать вот так. Смотрите, я иду в инспектор и смотрю на это слово напитки. Оно откуда-то от родителя наследует... Ну, тут сам факт. Смотрите, span roll button. Лол. Таб индекс минус 1. Абсолютный лол. Ну, ладно. Не попасть в клавиатуры, потому что таб индекс минус 1. Господи, что они творят? Так вот, здесь цвет описан вот здесь. Смотрите, нажимаем на color picker и видите, здесь contrast ratio 1.80. Это очень низкое соотношение контраста серого цвета к белому фону. Мы можем открыть этот contrast ratio и он нам нарисует белую линию. Это значит, что над линией контраст плохой, под линией хороший. То есть, если я доведу эту штуку чуть ниже, видите, уже 3.0 контраст, уже адекватный. Сильно поменялось? Да не очень сильно, но текст стал контрастным. Идеально, конечно, довести до 4.5. Ну, как-нибудь вот так. Вот, все. Теперь текст адекватно контрастный. Стал ли он сильно темнее, стал ли он сильно неудобнее, некрасивее? Да нет, конечно. Он стал понятнее. Это гораздо, гораздо важнее. Ну и, конечно, никакого фокуса на странице нет, потому что во всех стилях, вот смотрите, я иду по элементам на странице и я нигде, и я ничего. О, смотрите, я попал в карусель, я в ней застрял. Все. И дальше я из этой карусели никуда уйти не могу. Ну, это все на сегодня. Мы с вами разобрали сайт, странненький он какой-то, но, в общем-то, ладно, ладно, проехали. Главное, присылайте новые, свежие, мы с вами будем продолжать разбирать сайты, смотреть на всякие странности в интернете. Я буду отвечать на ваши вопросы. Да, кстати, в следующем выпуске скорее всего отвечу. А вопросы, ну да, вот пишите на HappyPills.by.net и там, собственно, все это будет. Я всем вроде бы успеваю отвечать, если нет, попингуйте меня. Ну, вроде бы, вроде бы выпуски получились регулярные, так что будем развлекаться и дальше. Вы голосуйте, подписывайтесь, ну, что вы там обычно делаете. Все, до скорого. Учит ?